И мы, бездельные и любострастные, успокоением себя имеем то, что не можем будто нести иго, о котором он сказал, возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. И кто есть в числе мудрых по Богу и Бога боящихся, который не подвизается всей силой поднять злострадание во всяком труде и удаление от мира в безмолвии, хранении сердца и попечения спасения, но и он найдёт себя всё же недостойным сказать устами своими имя Бога. Страстей ради действующих в нас. Владыка Господь Иисус пришёл к нам на землю, чтобы в нас, не по плоти живущих, но по духу, умертвить их, показав нам всю волю Отца. Уча учеников своих, Он говорит им, и когда всё сделаете повелённое вам, то говорите, мы рабы ничего не стоящего, мы сделали, что должны были сделать. Лука 17, 10. Лука 17, 11. И слагается с тем сердцем, почему и напрасно проживает время своё, пребывая нерождающую и бесплодную. Слово 24. Лука 17, 14. Лука 17, 14. Лука 17, 14. Лука 17, 14. Лука 17, 15. Лука 17, 15. Лука 17, 15. Лука 17, 15. «Ни злобы, когда поём ему, ни ненависти, когда поклоняемся ему, ни злой ревнивости, полагающей нам препоны, когда присидим ему, ни срамной сласти в членах наших, когда воспоминаем о нём, и во все эти мрачные стены суть, объявляющие бедную душу. И не может она чисто служить Богу, имея в себе это. Препятствие полагает это ей в воздухе, и не даёт ей встретить Бога, и в сокровенности благословить Его, и помолиться Ему в сладости любви, в приятности сердца и в желании святом, чтобы просветиться от Него. От того он помрачается всегда и не может преуспевать по Богу, что не заботится разумно отсесть это. Невозможно же ему озаботиться отсесть это, если не станет он беспопечительно о делах века сего. Одна забота обращена вовне и промышляет о вещах века сего, в упокоении тела. Другая же внутрь об удовлетворении страстей и строит преграды добродетелям. Но душа не видит этой внутренней страстной, если не освободится от внешней. Поэтому Господь Иисус сказал, всякий, не отрекшийся от всей воли своей, не может быть Моим учеником. Внешняя попечительность от произволения, а внутренняя от внешнего действования. Господь наш Иисус, зная, что на то или другое царит воля, повелел отсечь её, поскольку ум мертвится, пока душа заботится о внешнем. То внутренние страсти проявляют тогда свои воздействия уже без раздумывания, без удержки. Итак, если душа послушается слово Иисуса, отсечь все хотения свои, то начинает ненавидеть всякое делание мира сего. И тогда возбуждается ум и стоит, пока не извергнет их из дома своего, внимая непрестанно душе и охраняя её, чтобы не возвратилась впять к тому, что причинило ей напасть. Душа подобна замужней молодой женщине, которая, когда муж её отойдёт на сторону, без страха и стыда не заботится с усердием, как бы следовало о том, что в доме. Когда же придёт муж её в дом свой, она тотчас в страхе, отстаёт от того, что делано было ей, и начинает хлопотать о всём по воле мужа. И он, пришедший, хлопотит о домашних вещах по всему, в чём имеется нужда, таков и ум. Когда возбудится он, то печётся о душе и хранит её непрестанно, пока она родит с ним, и он воспитывает чат её. И, наконец, не бывает одно сердце. Душа покоряется уму, и покоряется она ему, как написано в апостоле. Муж же есть глава жене. И ещё, муж не должен покрывать голову, ибо есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Слово это относится к тем, которые сподобились, соделаются едино с Господом и не имеют уже прежнего образа. Эти, суть молящиеся Богу в чистоте, они, благословляющие Бога в сердце своём, они просветившиеся от Бога, они истинные поклонники, каких ищет Бог, о которых сказал Он, селюсь в них и буду обитать. К ним относится сказанное им, что если двое согласятся между собой, то о чём бы они ни просили во имя Его, всё будет им. Итак, Он хочет, чтобы свои Ему были чисты от всего вещественного и видимого, и сокровенно в душе, и от всего, что упразднил Он в теле своём, через воплощение своё, как сказал, будьте во Мне и Я в вас. Видишь, брат, что прежде желает Он, чтобы мы были в Нём делами, тогда и Он будет в нас ради чистоты, по силе нашей. 7. Но скажет кто-нибудь, я стал бы быть в Нём через крещение, жизненность соделать, соответственно, тому не могу. Послушай, возлюбленные, всеконечно приемлющие крещение, принимая от Его упразднения греха, как сказал апостол, «Мы погреблись Ему крещением смерть, дабы упразднено было тело греховное, чтобы не работать более греху, ибо невозможно Христу пребывать с грехом вместе. Поэтому, если вселился в тебя Христос, то грех умер. Дух же живёт для правды», как сказал ещё апостол, «Ибо замужнее привязано с законом к живому мужу, доколе он жив. Когда же муж умрёт, то свободно от закона замужества». Посему, если при живом выйдет замуж, называется прелюбодейцы. Если же муж умрёт, то свободно от закона, и выйдя замуж, не будет прелюбодейцы. Итак, желающий узнать, вселился ли в Нём Христос, познает это из своих помыслов. Да коли грех влечёт сердце, да то ли Бог не вселялся ещё в Него, и Дух его не нашёл ещё себе в Нём покоя. «Ибо Богу подобает вселяться в человеке тогда, когда Он соделает соответственные тому дела. И человеку подобает быть в Боге, когда душа его освободится от простей», как сказал апостол. «Соединяющийся с блудницей одно тело смею, а прикрепляющийся к Господу – один дух с Господом. И во всякой неестественность именуется блудницей». Итак, когда душа освободится, именует все преграждающие путь в воздухе, то есть восхождение к Богу, тогда начинает она быть в Боге и принимает от Духа Его посказанную, что соединяющийся с Господом – один дух с Господом. «И Он научает её, как молиться, её поклоняющиеся Ему непрестанно и прилюпляющиеся к Нему. И Он пребывает в ней, руководя её и успокаивая непрестанно, открывая ей почести, дарования свои неизреченные. Ибо она возрождается от Него через крещение и через дождановение Духа Его, как написано. «Рождённый от Бога не согрешает, улукавый не прикасается к Нему. Ибо от Бога рождены, как сказал Он в Евангелии, если не обратитесь и не будете как дети, то не можете в эти царства небесные. И опять будьте как дети, питайтесь чистым словесным молоком, дабы возрасти вам от Него. Какие же дела свойственны дитя тебе? Дитя, если его побьют, плачут и с радующимися с ним радуются. Если побронят, его не гневаются, если похвалят, не возносятся. Если почтут дружку его пачи, его не ревнует. Если возьмут что из принадлежащего ему, не метётся. Если оставят ему мало в наследстве, не осведомляется, не входит в тяжбу ни с кем. Не старается превозноситься из-за своего ему, не ненавидит никакого человека, если беден. Не печалится, если богат. Не высокомудрствует, если видит женщину, не вожделевает её. Власть походная или много заботливость не господствует над ним. Никого он не осуждает, ни над кем не властительствует. Никому не завидует. Не говорит с самохвальством о том, чего не знает. Не смеётся над ближним из-за внешнего вида его. Ни с кем не имеет вражды. Не притворяется, не ищет почести мира сего. Не ищет собрания богатства. Не серебролюбствует. Не бывает дерзок. Не любоприца, не учительствует со страстью. Ни о ком не беспокоится. Если разденут его, не печалится. Не держит своей воли. Не боится голода, не злодеев, не боится зверя, не брани. Когда бывает гонение, не метётся. Одиннадцать. Таков тот, о ком Господь наш Иисус сказал. Кого в пример ставит? Если не обратитесь и не будете как дети, то не водите в царство небесное. Когда же немного возрастёт дитя и начнёт жить в нём зло, укоряет его посту, говорит, не будьте младенцами, уклоняющимися и всяким ветром учения по искусству и обольщению человеческому. И опять говорит, как младенцев молоком воспитал, а не твёрдой пищей, ибо вы ещё и ныне не можете слышать. И ещё говорит, да коли наследник дитя, то он ничем не отличается от раба, но под повелентелем и приставником есть, до тех пор, пока возрастёт. И опять, юношеский похоти убегай. Научая нас, отвергаясь, такое младенчество и сказал. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а на добро по уму совершенны. Итак, дело истинных младенцев во Христе в чём состоит? В том, в чём, по слову апостола Петра, отложите всякую злобу, всякую лесть, лицемерие, зависть, клеветы, как новорождённые младенцы. Видишь ли, брат, что значит слово, сказанное Господом нашим Иисусом? «Истина, истина, говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное». Полно страха слово это, потому что Господь наш сказал, и вот склятвует, «Истина, истина, говорю вам, Он Сам есть истина». Почему апостол сказал? Поскольку нет другого, у кого больше Бога, то он клялся самим собой, говоря, «Благословляя, благословлю тебя», Евреям 6, 13. «Уразумеем же точно слово это, и будем всячески стараться со страхом, трепетом исполнять его всякий час, как только случай к тому будет, когда враг уязвит нас стрелой неприязни на близнего, или за то, что оскорбит кто нас, или что обесчестит, или что оклевесит, или что заспорит с ним ближний, чтобы сделать ему уступку, или огорчение нечистое начнёт щемить нас, приводя в движение злое воспоминание о том, что сделал нам ближний, чтобы омрачить душу нашу гневом и ненавистью. Тогда что-нибудь такое приближится к душе нашей. Поспешим тогда вспомнить слово Господа нашего, которое он изрёк в склятвую. Истинно, истинно, говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Кто не устрашится, слыша слово это? Или кто из мудрых, желающих спасти душу свою, не выбросит из сердца своё всякое неудовольствие, какое имеет на ближнего? Или кто из боящихся попасть в гиенну, не исторнит из сердца своё всякую ненависть, чтобы не быть извержен вне Царствия? И Господь наш сказал решительным словом, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Тяжко слово о себе для держащих волю свою, любящих мир и не познавших, не принявших дара Святого Духа. Потому что на кого не зайдёт он, тому подобает забвение всякого зла и научает его своему вместо гнева кротости, вместо вражды – миру, вместо любопрения – смиренно мудрю, вместо ненависти – любви, вместо малодушия – долготерпению. Таковы сподобившиеся возрождения. Постараемся же оттеть от сердца своего, сказанного нам великим апостолом, и оставим то, чтобы прийти в меру детяти. Позаботившиеся о том апостолы и оттекшие то от души, чтобы стать младенцами во Христе, пришли потом опять во святые великий возраст и совершенство. Ибо Господь после того, как думал в лицо их, говорит, «Примите Духа Святого». Явившись им на море галилейском, сказал «Дети, есть у вас что есть?» Напоминая им, что через дуновение Духа Он сделал их детьми, тогда как по плоти они не были детьми. Опять написано «И сея, и дети мои, которых дал мне Бог». «И так как дети были причастны плоти и крови, то и Он воспринял Оны, дабы смерти Своею упразднить державу смерти, то есть дьявола. Утение святого преподобного Авы Исаия». Кассета третья. «Такова душа, пока пребывает она с Богом, и присидит Ему, да то ли бывает огнем и попаляет всех врагов своих, доведших ее до заржавления во время нерадения ее. И этот огонь делает ее чистой в обновлении, как железо. И она уже не услаждается ничем мирским, но упокаивается в естестве своем, которого сподобилось, так как оно было первоначально ее собственностью. Когда же она оставит свое естество, то умирает. Ибо как животное умирает, если погрузить его в воду, потому что оно из земной сущности, опять и рыбы, если попадут на землю, умирают, потому что они из водной сущности, равна и пернатая, будучи на воздухе, в покое пребывает. А когда спустятся на землю, боятся, как бы не поймали их. Так и совершенная душа, пребывающая в естестве своем, когда оставит естество свое, тотчас умирает». 17. «Почему сделавшиеся достойными, исподобившиеся даров тех, смотрят на мир, как на темницу для них, и не хотят смешиваться с ним, чтобы не умереть? Такая душа не может уже возлюбить мир, хотя бы и пожелала, помня о прежнем своем состоянии, в каком находилась, прежде чем стала пребывать в Боге. О том, что она делала ей мир, и как сделал ее пустою. Ибо, как когда в город войдет враг царя, и мужик рада и страха дадут ему руки, он тотчас спешит по злобности своей уничтожить изображение царя и законы его отменить. Затем вводит другие законы тяжкие и ставит свое там изображение, а наконец все множество народа заставляет работать себе. Когда же граждане тайно дадут знать истинному царю, говоря, «Приди, помоги нам!» и он, разгневавшись на врага своего, придет со своим войском. Тогда граждане, услышав о том, с радостью отворят ему ворота, и он входит и убивает врага своего, изображение поставленное им насильственно уничтожает и законы отменяет. Город радуется, и истинный царь, восстановив свое изображение и свои законы, живет в нем, укрепляет его, чтобы никто уже не завладевал им, и живущих в нем научает воевать, чтобы они без страха были перед всяким врагом своим. Такова и душа, которая после святого крещения опять насильственно завладел враг, смирила ее всякими срамными своими кознями, образ царя не вложил и поставил свой, и свои законы заставил ее заботиться о делах мира этого, научил действовать нерадиво и нечестиво, и вообще сделала ее такое, какой хотел. Но которая наконец благость святого великого царя Иисуса послала покаяния, и возрадовалась душа. Покаяние открыло вход, и великий царь Христос, вошедший в нее, врага ее истребил, образ его нечестивые законы изгладил, и, сделав его свободной, поставил в ней святый образ свой, и предал ей свои законы, и все чувства ее научил воевать. И, наконец, почивает в душе оны, потому что она стала его. Так бывает с душой по милости Божией. Итак, невозможно в душе войти в покой Сына Божия, если не имеет она образа царя. Как монеты никто из купцов не принимает и не дает, если она не имеет изображения царя. Не взвешивает ее весовщик, и царь не допускает ее в свою сокровищницу. Так, если и душа не имеет образа великого царя Иисуса, то не допускает ее войти ангел, и сам царь отбрасывает ее, говоря, «Как ты вошла сюда, не имея образа моего? Знамение же образа его есть любовь». Ибо он сам сказал, «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою?» Но любви его невозможно быть в нас, когда душа разделена. И Бога ищет, и мирское любит. Как птица не может полететь одним крылом или имея что навешанное на себя, так и душа не может преуспевать по Богу, будучи связан с чем-либо из мирского. Как корабль, не имея чего-либо необходимого в нем, не может плавать, так и душе невозможно переплыть в волны страстей, если она не имеет какой-либо добродетели. Как матросы не носят хороших одежд или перчаток или сапогов, и, в случае, нужды не могут плыть, если не будут наги, так и душа не может переплыть в волны сопротивных духов злобы, если не будет обнажен от всего мирского. Как воин, исходя на брань против врагов царя, не может устоять против них, если не имеет чего-либо из всеоружия, так невозможно монаху противостоять страстям, не имея какой-либо из добродетелей. Как когда в городе, огражденном стеной, малая часть стены будет разрушена, то враги, желая войти в него, все внимание свое обращают на эту разоренную часть, чтобы войти через нее, и хотя есть три воротах стражи, но они не могут расстоять против врагов, если не восстановится разоренное, так подвижник монах, когда им овладеет какая-либо страсть, не может устоять против врагов и достигнуть в меру совершенства. Девятнадцать. Не я сие говорю, но и божественное писание говорит, так в книге бытия написано, и сказал Бог к Ною, тебя одного увидел я праведным, вроде всем и совершенным, опять и Аврааму сказал он, будь непорочен передо мною, и дам тебе завет вечный. Исаажа, благословляя сына своего, Иакова, сказал ему, Бог мой, да укрепит тебя, чтобы ты мог исполнить всю волю его. Бытие двадцать восемь. Опять в книге чисел написано, всякий, кто имеет обет на себе, да воздержится от питья вина и исполнит. Число шесть один. И автора законе, если выйдешь полками на врагов твоих, сохрани себя от всякого злого слова, доколе будут преданы в руки твои враги твои. Второзаконие двадцать три. Из семи народов всех не оставляй никого из них, имеющих дыхание. Второзаконие двадцать. Научай немалодушество тех из нас, которые говорят, скоро ли истребишь их, когда их столько, сказал, невозможно погубить их в один год. Второзаконие семь. Много раз также заповедал им Бог, говоря, внимай, чтобы вы не ступили в завет с хананеми, которых я намерен истребить от лица твоего. Также, когда Иисус на вин пошел и окружил Иерихон и разрушил его, Бог сказал, прокляни его и все, что в нем. Еще, когда Иисус хотел сразиться с жителями Гая, то Израиль побежал от лица не был в состоянии противостоять врагам по причине малого, кое-чего находившегося под клятву, что украл Ахан. Тогда Иисус, падший на лицо, восплакал перед Богом, говоря, отвратил Израиль вы и свои перед врагами своими, поворотил им тыл. И я что сделаю? И сказал ему архистратик, силы Господней, так, как на тебе клятва Израиль, то не может устоять перед врагами своими. Иисус не вышел уже на брань, пока не истребил Ахана. Видишь, так же, что Бог отнял царство у Саула по причине клятвы, какой подвергся он из-за Амалика. И еще, за то, что Иоаннафан омочил жезу свой соти медовым, обратил в уста свои. Бог не услышал Израиля в день тот. Опять Экклесиас научая истошает силу добродетелей, говорит, мертвые мухи портят и делают зловонную масть мироварника. Изекиев так же, в какой день совратится праведник от пути, то правда его уже не вспомянется. Опять апостол говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Она не сапфирожена, а его, когда, взяв себе из цены поля солгали, тотчас палил ног апостолов, и спустили дух за малое дело это. Опять Яков говорит, кто весь закон соблюдет и согрешит в одном, повинен во всем. Водушевляя же нас обратиться к нему, Бог говорит у языки или, в какой день обратится беззаконник от пути своего и от беззакония и сделает суд и правду, что беззаконие его не вспомяну, ибо не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться ему и живы быть. Опять Иеремия говорит, обратитесь ко мне дом Израиля и милости буду с вами, к вам говорит Господь. Еще, разве паци не восстает, Иеремия 8, 4, обратитесь ко мне и обращусь к вам, Малахия 3. И Господь Иисус сказал, если прощаете людям согрешение, то простит вам Отец ваш Небесный. Тоже апостол говорит, если кто из вас падет в какое согрешение, то вы духовно исправляете такого в духе кротости. Опять Иеремия говорит, братья, если кто из вас заблудит от пути истины и обратит кто его, тот знает, что обративший грешник от заблуждения спасет душу его от смерти покроет множество грехов. 22. Вот все свидетельства Писания побуждают нас испытывать самих себя. Не имеем ли трудясь в дело недолжного злоба на близнего или не держим ли гнева на него, не прощая ему чего-либо, чтобы это не сгубило труда нашего. В таком случае Господь наш Иисус Христос не может нам в тот день помочь, когда будут обижать нас враги наши. Ибо Он Сам строго укорил некоторые, говоря, раб лукавый, весь дождь я простил тебе, потому что ты умолил меня. Не подобалось бы тебе помиловать слугу твоего. Рассматривай же себя, брат, каждодневно, если желаешь узнать сердце свое, что есть в нем перед Богом, не осуждение ли там брата, или ненависть к нему, или зависть, призорство, если насеется в сердце твоем такой яд, поминай тогда слово Господа Иисуса, сказанное им, только Отец ваш так небесный сотворит вам, если не отпускаете каждого брата своему от сердец ваше прегрешение их. Кто страшится попасть в Виенну, да извергнет из сердца свое всякую злобу, чтобы то страшное определение не пало на него. Внимай же сердцу своему, брат, и бодрствуй над врагами, ибо они все лукавы в злотворстве своем. Убеги сердце своем в истине такого слова, что невозможно человеку делать добро, когда делает зло, но может человеку делать зло под видом добра. Поэтому Спаситель наш научил нас бодрствовать над врагами, говоря, узкие врата и тесный путь ведущий в жизнь, и мало кто находит их. Какие же плоды, если не всякая неестественность, которая не налегает на нас, желая склонить на нее сердце наше, потому что по плодам узнает вас, но любящих Бога от всего сердца, уже пророки не могут убедить ни в чем своем, по слову апостола, кто отлучит нас от любви Божией. Видишь, брат мой, каковы любящие Бога от всего сердца, что ничто мирское, никакая другая тварь не может отлучить их от любви его. 24. Внимай же себе, чтобы что-нибудь пагубное не отдалило тебя от любви Божией, или золото, или серебро, или жилище, или сласть удовольствия, или ненависть, или поношение, или уязвение сердца словом, или всякий другой яд, вливаемый змеем в сердце наше. Не кисть увидит в себе что такое, но более поспешим устремить взор свой на медного змея, которого сделал Моисей по слову Господа. Он возложил его на древо на вершине горы, чтобы всякий ужаленный змеем тотчас мог воззреть на него истылиться. Господь наш Иисус Христос уподобился всему змею медному, змей враг весь, которого послушав Адам сделался врагом Божиим. Господь наш Иисус садился совершенным человеком по всему, кроме греха, подобным Адаму, ради нас. А змей медный, хотя подобен по виду тому, кто был врагом Божиим, помысла злого не имеет, ни яда, ни злого, ни присмыкается, ни шипит, и дыхание вражий не имеет. Прообраз сей исполнил Господь наш Иисус, чтобы погасить яд, которого вкусил Адам Иисус змея. И возвратилось естество, соделавшееся неестественностью в естественность. Подобное сему говорит Бог Моисею, что в руке твоей, он сказал Жезу, и сказал ему, брось его на землю, и бросил на землю, и стал он змеем. И побежал Моисей от него, и сказал Господь Моисею, прости руку твою и возьми его за хвост. Простер руку и взял его за хвост, и снова стал Жезу в руке его. После всего говорил ему Бог в разное время, то возьми Жезу, обращавшийся в змей, ударим по реке Египетской перед лицом фараона, и вода превратится в кровь, то ударим в черное море, и оно высохнет, то возьми Жезу, который имеешь в руке своей, которым ты ударил море, ударь в камень, и он даст из себя воду, видишь, как идущий по стопам Господа нашего Иисуса Христа, после того, как был врагом и змеем, превращается в Жезу, и никто из врагов не предстоит ему. Таинство это велико есть. посему, змея посеет яд свой в нас, поспешим воззреть на вошедшего на крест. Все это страдания, крест, смерть сделали ему ради нас, и он все претерпел, не изменившись, не оскорбившись, на озлобивших его, не сказал жесткого слова, но прибыл неподвижен подобно медному змею. Итак, если будем внимать ему и последовать стопам его, то здравы будем от угрызений скрытых змей.